Спеть песни военных лет вместе с соседями, не выходя из дома. Такую возможность либерчанам дала всероссийская акция «Поющие дома». Наши съемочные группы побывали во дворах округа, чтобы посмотреть, как жители отметили праздник. Ровно в 19.00 вся страна затихла, вспоминая павших героев. Минуты молчания почтили память советских солдат. Впервые за многие десятилетия на улицах Люберец в этот день немноголюдно. День Победы не похож сам на себя. Нет массовых гуляний, торжеств, парада. Однако праздник все-таки пришел. Правда, во дворы либерчан. На улице Кирова артисты устроили концерт во дворе. От главной песни Дня Победы самоцветы засияли всеми красками праздника. День Победы, День Победы, День Победы. В одночасье жители микрорайона выглянули из окон. Или вышли на балконы, чтобы разделить с соседями одну на всех победу. И это ли не праздник? Мелодии военных лет никого не оставили равнодушными. Мы очень рады, что такой прекрасный праздник. 75 лет. Очень замечательно. Мы тоже вот вышли поддержать наших прабабушки, прадедушек. Так что мы очень счастливы. Всех-всех поздравляем. Великая Отечественная война затронула каждую семью. Оттого и люберчане по зову сердца выходили на балконы с портретами своих героев. Мой прадед был заряжающим. Был рядовым обычным, да, но заряжающим. В 41-м году в Румынии удостоен награды за отвагу. Сам участвовал в парадах на Красной площади, когда служил. Участвовал также в беспертном полку после того, как служил. Хочется отдать дань памяти нашим дедам, прадедам, прапрадедам. И хочу сказать всем, помните, чтите тех людей, которые отдали жизнь за то, чтобы мы с вами жили. Введенные ограничения не позволили пройти люберчанам в строю бессмертного полка. Однако новый формат дал возможность вспомнить свидетелей войны. Участники акции «Окна Победы» украсили оконные стекла символами праздника и портретами своих дедов и прадедов. Анастасия Андросова ежегодно участвует в патриотическом движении. Благодаря ему она узнала о подвигах своего прадеда. Это мой прапрадедушка Зотов Матвей Сергеевич. Он ушел на фронт в 39 лет, оставив большую семью. У него было шесть детей, одна из которых моя прабабушка, ее зовут Анастасия. Во время войны он считался пропавшим без вести, но совершенно недавно, когда стартовала акция «Бессмертный полк», мы нашли его и собираемся поехать на братскую могилу, где он похоронен. А на улице Южное праздничное настроение жителям задал депутат Александр Мурашкин. После того, как вся страна замерла в минуте молчания, люберчане вышли на балконы и хором исполнили «День Победы». Дорогие ветераны и россияне, поздравляем вам с праздником «Днем Победы». Желаем здоровья, долгих лет жизни и чтобы все у нас было хорошо. Поздравляем! Поздравляем! Праздник со слезами на глазах. 9 мая – единственная дата, которая вызывает столь противоречивые чувства. Радость за победу и одновременно горечь ее цены. На этом патриотические акции не завершились. Люберцы присоединились к всероссийскому флешмобу «Фонарики Победы». Ровно в 22.00 жители городского округа озарили свои окна огнями памяти. Тысячи зажженных свечей и фонариков – в знак уважения к героическому подвигу предков. Режим самоизоляции не позволил отметить праздник по всем привычным канонам. Но и не стал помехой порадоваться за Великий День Победы. Анна Троян, Луиза Игия Зарян, Валерий Абсолявов и Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ.